Девушки отдыхают Не поднимайтесь наверх в дождливую погоду Особенно это касается новостроек и заброшек Это, конечно, понятно Но когда на заброшку пойдем, а? Сегодня? Сегодня не полезем А тебе вообще еще туда рановато Сори, редкий стержант О, привет Привет Так, а ну тихо там Ну что, еще есть вопросы? А может, хватит разговоров? Мы Руфи-то будем сегодня? Ого А вы все новички такие дерзкие А я не новичок Ну сейчас посмотрим Так, первая группа за мной Поехали А остальные? А остальные вечером Большая группа может вызывать подозрения Все, счастливо Вот тебе и нарядилась Блин Как они носят-то это На данный момент абонент не может принять ваш звонок Девушка, а вы не меня ждете? Нет, не вас Ладно, жаль Да ну где ж ты, Макс-то, а? На данный момент абонент не может принять ваш звонок Давай Давай Ребята, снимай Давай, давай Хорош Да? Я еще так Шуть Ты как, целый? Давай, давай Ты засняла это, да? Класс Прикольный видос Красивый вид, да? Да Красивый видос Что, идем к ребятам? А ты хорошо себя показал Красавчик Как знал, что этот навес не надержен? Я уже был на этой крыше Один? Ну да А еще на Площади Победы и на Грушевского О, ну тогда тебе особый респект Эти крыши не из легких Даже ты на них не сразу поднялся Давай Я и не такое могу Что, может вечером на заброшку? Ну давай Возьмем его с собой Конечно Пойдем с нами А ну сальтуху давай Давай, давай Я Игорю позвонила Сказала, что ты сегодня приезжаешь Завтра, мам Завтра Слушай, я ему Редисочку передам И Лучок Он редисочку любит Мам, ну какая редиска? Он все это в городе купит Не смеши Да ты что? В городе же все с нитратами Я еще пирогов напеку Он любит Мама, а у Вадима мама когда умерла? У какого такого у Вадима? А я ничего не знаю Мам, перестань Редиска-то какая, а? Глянь Сладкая, как сахар Хорошо, отвезу ему редиску 26 апреля Как раз на Пасху Ты куда? На автовокзал за билетами? И туда тоже Женька! Сори, опоздал немного Немного? Да я прождала тебя целый час Ты мог бы хотя бы позвонить? Ну из-за него у меня телефон сел Слушай, у меня такой день был Такой залаз Мы... Слушай, а чего ты так нарядилась? Ты ж платье и каблуки Вообще с детства ненавидишь Еще и накрасилась Да не твое дело Захотелось Ты как мог опоздать? Ты же знал, как я хотела пойти на этот фильм И ты после того, как я лазила на твои дурацкие крыши Жень Я, кажется, ей понравился Кому? Нике! Прикинь, она меня даже поцеловала на прощение Отстанет меня Эй, ты чего? Ничего, я Нику свою обнимаю Ей это точно понравится Жень, ну подожди Отстанет меня? Сейчас, Дарк, сейчас Подожди Рядом Ох Неужели мы с тобой не туда свернули, а? Да А ну, это было где-то здесь Ладно Найдем Опа 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 Стой, отойди Дай мне пройти Дай мне пройти Дай пройти-то Опа Опа Черт возьми А что, отойди, Дарк Черт возьми Да я пытаюсь, пытаюсь, куда ты лезешь? Не заходи в воду Не заходи, утонешь Отойди, Дарк Дарк, иди обратно Иди обратно Быстро Надо же так попасть-то, а Дарк, послушай Дарк, слушай меня Позови кого-нибудь на помощь Слышишь меня? Давай, быстрее О, черт возьми, а Ну, надо же так попасть-то, а Дарк Привет А где твой хозяин, а? Что-то случилось? Дарк Ты хочешь мне что-то показать? Дарк Что такое? Что случилось? Что случилось? Ой Сейчас, сейчас, Дарк Дарк Господи Води Сейчас, подожди Ты близко только не подходи Увязнешь Хорошо Сейчас, Дарк Ой Так Ой Давай руку Ой Давай руку Давай Ну Да нет Я не могу дотянуться Ты сможешь наклонить воду от дерева? Давай Давай Сейчас Я не могу Давай еще Не могу Дайди какую-нибудь длинную палку Дарк Ищи Давай Ой, спасибо Давай Все Все Давай Тянись Пока Тащи 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 Молодец Хороший мальчик Давай Давай Молодец Молодец Все 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 Дарк Брось Молодец 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 Ты как умудрился в болото попасть Он же всегда здесь был, но совсем рядом с нашим озером Я ведь давно здесь не был? Если б не ты, я б не знаю, что было бы Да брось Давай домой тебя провожу А то опять куда-нибудь провалишься или в капкан попадешь Давай, пошли Пойдем Давай, Дарк Вперед Рядом Пошли Садись поешь Да я думаю, одним чаем тут не обойтись Настойка из лесных ягод? Она самая Мамин ферменный рецепт Помню, помню Она ягоды собирала возле озера Я как раз искал это озеро Но заблудился А раньше дорогу мог вообще закрытыми глазами найти Первый раз меня на это озеро мама привела Плавать учила Ты ведь из-за нее вернулся? Она ничего не говорила о болезни Просто просила приехать А я был слишком занят Все время откладывал А ты же не знал Нет, ты не понимаешь Она умирала А я думал об этой проклятой выставке Раздавал никому не нужные интервью Веселился, смеялся Фотографировался Расставал автограф Ты не виноват Нет, я виноват Когда я узнал, что мама Не знаю, у меня в голове будто все проснилось Кто я? Чем занимаюсь? Моя ли вообще эта жизнь? И самое главное Кому это нужно? Развлекать людей В то время, когда твой самый близкий человек Это гордыня И вот наказание за нее В тот день я просто решил все бросить Потому что понял, что Не смогу жить как раньше Я должен был приехать Решил заморить себя корем? Уже ничего не изменишь Но я и не смогу себе простить Как и я Я ведь уже не приехала к умирающему отцу Занималась открытием галереи И единственное, что я смогла сделать потом Это попросить у него прощения И ты знаешь, мне Стало легче Это не поможет Ты попробуй Я долго думал и решил, что Я не буду больше писать картину Уже мастерскую закрыл Ты Наказываешь себя? О чем ты будешь заниматься? Да жить обычной жизнью, как все люди шут Вот, работать на земле Рыбачить Но только ты не такой, как все Ты очень талантливый И ты должен делиться талантом с другими Поделился уже? Хватит Твое творчество очень важно Я видела, как люди смотрят на твои картины Послушай, я все уже решил Давай не будем об этом Вадим! Аня, я прошу! Как скажешь И не забудьте о пленэре на следующей неделе Планируется выезд в Пирогово Там вы сможете изобразить различные объекты При естественном освещении и в естественных условиях Все свободны Жень! Жень, подожди! Спасибо! Жень! Сегодня было очень интересно До свидания! Не ладно, прогресс налицо Жень! Угу Ты чего меня весь день избегаешь? Тебе показалось А давай вечером в кино На тот фильм, что ты хотела Не, вечером я не могу Не, он по учебе завал Макс! Привет! Привет! Что, увидимся сегодня вечером на сходке? Конечно! Класс! Тогда до встречи! Давай! Пока! А давай с нами! Будет крутой залаз! У меня сегодня вечером свидание А? Со старшекурсником Ты его не знаешь Мне пора Привет! Яблони-то как выросло Игорь сажал Зять у меня золотой Забор новый поставил Крышу починил Да и ты ни в чем нужды не знала Мама, Игорь просто прислал тебе рабочих Нет! Это говорит только о том, что он Хорошо относится Не только к тебе Но и к своей любимой тёще А что Хорс? Он сумасшедший Он когда приехал к нему Любовь Владимировна пришла Хотела его пригласить в музей Так он на порог дома её не пустил А что за музей? Да его собственное Так вот, Игорь В школе есть музей Хорса? Есть, это была идея его матери Я им кабинет выделила Они там с Любовь Владимировной всё и обустроили А ты в школу собираешься? Я с тобой схожу, покажешь мне Здрасте, а кто будет цветы высаживать? Мам, я вернусь и всё доделаю Нечего там тебе делать Хорошо, я сама всё посмотрю И смотреть там тебе нечего Ну а если это ускорит мой отъезд? Ну ладно Только в таком случае за билетами я поеду Как скажешь, мам Звучит песня Субтитры делал DimaTorzok Ну, здравствуй, мама. Вот, принес твою любимую сирень. Оно сейчас так пышно цветет, что тебе бы понравилось. Помнишь, как в первом классе я на день рождения подарил тебе букет сирени? А ты бы попросила меня нарисовать его. Потом похвалила и сказала, что я стану великим художником. Мама. Как же долго меня не было. Просто это какие-то дела, сует, а? Куда ты бежал? Хотел все успеть. Я должен был приехать раньше. Должен был. Как же мне хочется все исправить. Сесть рядышком. Чтоб мы с тобой говорили, говорили. Прости меня, мамочка. Я так виноват перед тобой. КОНЕЮТ Вадим, идем со мной? Куда? Это сюрприз. Я не люблю сюрпризы. Это важно. Это касается твоей мамы. Пойдем? Вот этот музей хотела показать тебе, Любовь Владимировна. Твоя мама помогала его создавать. Она очень тобой гордилась. И хотела бы, чтобы ты продолжала рисовать. Не буду тебе мешать. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 И где же? В Китае. Когда мы с Филом забрались на самый высокий экран в мире, мы еще оттуда видосинали, он взорвал интернет. А почему он сегодня не пришел? Не знаю. Дела какие-то. А вы с ним вместе или как? Были когда-то. Сейчас просто друзья. То есть ты свободна? Будешь моей девушкой? Я не знаю. Фил для меня совершил свой легендарный трюк. Видел фотки в интернет? Где он на одной руке свисает с крана? Угу. Я круче могу. Да ладно. Ну-ну. Меня сложно удивить. Я рискну. Так что, придешь на свидание? Ладно. Я подумаю. Глава жюри художник Светличный не может приехать. У него какие-то там семейные неприятности. А конкурс уже послезавтра. Дорогая Любовь Владимировна, вы занимались организацией конкурса. Ну, найдите какого-нибудь художника. Добрый день. Ольга Федоровна, я к вам. Хорошо, что и вы здесь, Любовь Владимировна. И простите меня за тот раз, был неправ. А что вы, это такие пустяки? Вы расскажите лучше о себе. Когда нам ожидать ваших новых картин? Начинается. Так я, в принципе, за этим и пришел. Хочу подарить школьному музею свою картину. День солнца. Вадим был моим лучшим учеником. Я всегда знала, что у него большое будущее. Для меня очень важно быть сегодня здесь. Любовь Владимировна, я полагаю, надо предоставить слово нашему гостю. Спасибо. Эта картина очень дорога мне. Я ее писал для мамы. Поэтому я хочу, чтобы она хранилась здесь, в вашем музее. Вадим Андреевич, от лица всех присутствующих я прошу вас возглавить конкурс детского рисунка. Я согласен. Я полагаю, детали конкурса можно обсудить в моем кабинете. Прошу вас. Аня, может, ты нам поможешь, а то я как-то один. Конечно. Привет. Так, тихо, тихо, не бегать. Вы не на стадионе. Запрещено в школе пользоваться телефоном. Так ведь сейчас не урок. Не спой со старшими. Убери. Убери немедленно. Мамашку подними. Петрович, давай ко мне в кабинет. Федоровна, так я ж на посту. Давай, давай, важная птица. Это срочно. Что такое? Да ноги уже не те, а вы гоняете? На пенсию могу отправить. Опять на пенсию. Не дают мне покоя. Сколько шуму из-за этого художника? Да, не говори. А картина-то хоть красивая? Не знаю на любителя, но если ее украдут, шума будет еще больше. Что, дорогая? Дорогущая. Вот что, Петрович, нужно установить в музее камеру наблюдения. Деньги вот. Я тебе выделю. Извините. А можно мне премию выписать за верную службу? Петрович, не нервируй меня. На пенсию точно отправлю. Давай, иди, занимайся камерой. Так камеры эти, знаете, сколько стоят? Ужас. Понял. Не будет премии. КОНЕЦ КОНЕЦ Анечка, привет. Полина, ты чего так быстро ушла? Я тебя в школе искала. Дела срочные появились. Слушай, идея с конкурсом просто отличная. Вадиму на пользу. Он хоть развеется. Да, он прям оттаял. Может быть, я могу чем-то помочь? У нас в музее часто конкурсы проходят. Конечно. Мы завтра целый день будем в школе. Присоединяйся. Хорошо. Договорились. В актовый зал подходи. Отлично. До встречи. Жюри мы разместим где-то здесь. А сколько будет человек? Трое, включая меня и Вадима Андреевича. Мне вот эта работа очень нравится. Правда, хорошая работа. Полина, молодец, что пришла. Поможешь мне с картинкой? Да, конечно. Ты очень талантливый мальчик. Мой ученик. Да. А как вам вот эта работа? Тоже хорошая. Здесь вообще очень много замечательных работ. У нас закончились скрипки. Они на столе в учительской. Я сейчас принесу. Возьми побольше. Хорошо. 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 На самом деле мы отметили очень много прекрасных работ. Признаюсь, нам было нелегко выбрать одного победителя. Но все же по условиям конкурса он должен быть один. Поэтому им стал Богдан Нелюба, ученик 4-го А-класса нашей школы. Прошу, подойди ко мне. Привет. Держи, это тебе. Наш дорогой Вадим Андреевич приготовил для победителя специальный приз. И это сертификат, многодичное обучение в лучшей художественной школе столицы. Молодец. Спасибо. Дорогой Вадим Андреевич, мы очень благодарны вам за участие в конкурсе. И с нетерпением ждем ваших новых картин. Спасибо большое. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Здесь только те, кто живут близко, а остальных мы с Вадимом на машине отвезем. Спасибо, Анечка. Спасибо. Счастливо. Вроде все. Ну что, поехали? Поехали! Я мечтаю поруфить в Эмиратах. Про принца Стаур слышал? Это тот, что в Дубае? Угу. Самое высокое здание в мире. Только представь, какой оттуда открывается вид. Только это очень дорого. А знаешь, мы обязательно побываем там. Ты обещаешь? Я что-нибудь придумаю. Ну что, пойдем? Ты когда-нибудь встречал рассвет на крыше? Нет. Ну, тогда мы просто обязаны остаться здесь до утра. Зачем мы сюда приехали? Это наше озеро. Помнишь, Шура? Конечно, помню. Может, прогуляемся? Я так соскучился по нашим местам. Они в Америке мне снились. Ты же торопился домой дарко кормить. Так мы недолго. Пойдем. Помнишь, как я впервые привел тебя на это место? Конечно. Тогда было очень холодное лето. А ты поплыл за кувшинками для меня. Ну, а потом слег с воспалением легких. Однако я их принес. Да. А помнишь, как мы с тобой на перегонке плавли? И я всегда выигрывала. Я и сейчас у тебя выиграю. Сомневаюсь. Воспалю? Ты чего делаешь? Ты куда? Ну, подожди. Так нечестно. Догоняй! Ладно. Нет, Брубова! В этот раз ты меня не обыграешь. Смотри, ты совсем не в форме. Сейчас посмотрим. Все, я выиграла. Значит, так ты топишь своих конкурентов, да? А ну, вернись, дай мне отыграться. Вернись, тебе говорят. Нет. Вернись, я тебя сейчас покажу. Сейчас, сейчас. Ты замерзла? Немного. Еще с дров подкинул. На. Иди ко мне. Ну, я mesma. А ну, ты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, что там у тебя за дело? Выкладывай Хочешь заработать миллион на картине Вадима Хураса? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok